Для многих поколений самарцев этот храм не просто памятное и святое место. Это второй дом, куда они приходят и в радости, и в печали. Литургия на престольный праздник в Петропавловском соборе Самары в наши дни совершается точно так же, как и 155 лет назад, когда осветили храм. В этот храм ходила, например, моя бабушка. По-моему, здесь я была крещена. Крестился здесь мой внук. Я просто другого храма и не знаю, потому что мне этот храм дорог. Я сюда хожу с детских лет, в общем-то. Как только меня бабушка сюда привела, так я и хожу. День святых апостолов Петра и Павла завершает летний пост. Праздник всегда приходится на 12 июля, самое жаркое время года. На Руси всегда говорили, Петр, Павел жару прибавил. Середина июля, климатическая кульминация лета. Время, когда созревает новый урожай и начинается уборочная страда. Апостолов Петра и Павла называют первоверховными. Согласно Библии, они многое сделали для утверждения Вселенской Церкви. Петр был из числа 12 ближайших учеников Христа. Павел изначально был гонителем христиан, но после чудесного обращения стал самым ревностным проповедником христианства. Оба апостола стали образцом покаяния и приняли мученическую смерть. Их имена в числе самых популярных. Сегодня я увидел на богослужении много Петров, Павлов. Я увидел сегодня, дорогие мои, действительно ту радость. И вот мы пока вместе, дорогие братья и сестры, связаны общей веревкой веры православной. Русь никому не победить. И поэтому, дорогие мои, веруйте, передавайте эту веру своим детям, внукам, чтобы и они берегли это духовное наследие. На Руси к апостолам всегда было особое отношение. Их именами названы многие города. Самый показательный пример – город Святого Петра, Санкт-Петербург, был столицей Российской империи. Олег Зверев, Николай Епифанов, События.